У меня следующая тема, братья ее так обозначили – Христос, любящий Дом Божий. Мы уже говорили о том, что центральная наша тема – это Евангельский Христос. Книга пророка Осии, 4 глава. Бог говорит, у меня суд с жителями всей земли, потому что не стало ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Богопознания не стало. Сегодня многие говорят о Боге, многие говорят о Христе, но настоящего богопознания, к сожалению, очень мало. Очень мало. И наша задача, братья, тоже поближе, побольше познать Христа, чтобы не просто слабенько знать Его, а побольше и настоящего Христа, библейского Христа. И кажется, моя тема тоже очень простая – любящий Христос. Христос тебя любит, мы говорим. Братья, и все-таки в этом направлении есть и то, где нужно бодрствовать и познать настоящего евангельского Христа, который любит Дом Божий и любит не по нашему представлению. Сегодня мы тоже нередко слышим, на что вы там об одних запретах проповедуете. Надо проповедовать Христа, Христа, Он любит Его благодать проповедовать. Но это ли настоящий Христос евангельский, любящий Дом Божий? Я прочитаю в основании моей темы такой знакомый текст Священного Писания из послания Ефесянам из пятой главы. Ефесянам пятая глава, вторая часть двадцать пятого стиха и дальше немножко. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Братья дорогие, читая послание евреям, мы находим несколько сравнений, вообще нам присуще или более понятнее становится, если что-то с чем-то сравнивать, да? И автор послания евреям, открывая преимущество Христа, сравнивает его с некоторыми вот такими моментами. Допустим, первая глава, что Христос превосходнее ангелов. Ангелы, кажется, это же такая высота, ангела встретить, да никто из нас, наверное, не удостоился такого видения, по-настоящему ангела встретить, да? Встречи такие были в Ветхом Завете, но насколько превосходнее, насколько Христос выше ангелов. И автор послания евреям старается вот евреям преподнести, открыть это. Смотрите, ангелы – это такие существа превосходные, но Христос превосходнее ангелов. Дальше Иисус Христос превосходнее Моисея. Моисей, он верен во всем доме своем, но Христос превосходит Моисея. Насколько превосходнее священство Милхиседекова, а Христос – священник по чину Милхиседека. Насколько превосходнее это священство, чем священство Аронова, по чину Аронова. И опять-таки автор показывает это превосходство. Вот одна высота, но вот другая высота намного превосходнее. И я бы начать хотел свою тему с этого. Тоже показать превосходство Христа, Его любви к Дому Божьему на одном примере. Это пример Давида, братья. Первая Паралипоменон, 29 глава. Я прочитаю сначала три стиха. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. Оделась я велика, потому что не для человека здание сия, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса, и камни иставные, камни красивые, и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. «И еще, по любви моей к Дому Бога моего есть у меня сокровища собственные, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что я заготовил, что заготовил я для святого дома». Братья, по любви моей к Дому Бога моего. Давайте посмотрим немножечко вот, как бы высота, как Давид, в чем выражалась его любовь к Дому Божьему. Псалом 131. Псалом 131. Сначала пять стихов я прочитаю. Песня «Восхождение». «Вспомни Господи Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу давал обет сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и вежда моим дремания, да коли не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Братья, ну первый такой момент я хотел бы подчеркнуть. В чем выражалась любовь Давида к Дому Божьему? Это переживание о строительстве Дома Божия, да? И здесь в таких ярких выражениях оно выражено. «Не дам сна очам моим, вежда моим дремания, да коли не найду это место». «Настолько он в переживании, вспомни Господи Давида и все сокрушение его, то есть он не имел покоя, он сокрушался, он об этом переживал. Как так? Я живу в доме кедровом, а Бог живет в шатре. Не должно такому быть. Не должно такому быть. И это переживание вылилось в планах строительства Дома Божьего. Следующий момент, братья, о чем он здесь выражается? Он всеми силами заготовил для Дома Бога, для строительства Дома Божьего. Всеми силами заготовил материал. Давайте мы прочитаем первое, Паралипоминон, 22 глава, 5 стих. «И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много, много». 14 стих этой главы. «И вот я при скудости моей приготовил для Дома Господня 100 тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому». Братья, я до конца не понимаю вот эти цифры, не понимаю. Вы можете себе представить 100 тысяч талантов золота. Это примерно целый железнодорожный состав, состав вагонов. Вот 60 вагонов, если по 60 тонн в одном вагоне. Не понимаю, братья. Может быть, что-то, ну как-то вот эти цифры. Но, братья, однозначно, что это огромнейшее состояние, которое он заготовил для Дома Божьего. Он мог бы их истратить на обустройство своего царства, на обустройство своего дома и так далее. Он заготовил это для Дома Божьего. Из любви. Из любви. Братья, что за этим стояло? Любовь к золотым украшениям? Или любовь к необычным зданиям, к архитектуре и так далее? Был такой Ирод великий в свое время в Израиле, да? Он прославился тем, что он был прекраснейшим архитектором, или много прекрасных зданий понастроил. И, в общем-то, храм Иродов, да? Он прекрасно его восстановил и вообще прославился стройкой. Много понастроил в Израиле. Братья, за этим стоит любовь к Господу, да? Это Дом Божий, и он должен быть особым. Ну и дальше он даже позаботился о том, чтобы и завещание Соломону сказать. Соломон, вот ты приложи все старания, все, чертежи передал ему, все он усмотрел. Но еще один момент, братья, я думаю. Заканчивается его жизнь, к концу своей жизни, он еще одно сделал из любви к Дому Божьему, я так понимаю. Он что сделал? Он привел в порядок богослужения. Установил, установил порядок в богослужении. Поставил на свою службу священников, левитов. Все он определил, прописал. Поставил начальников над пением, поставил начальников над привратниками, поставил определенные череды, установил. Все прописал, многое. И вот эта чинность, служение в Доме Божьем, из любви к Дому Божьему. Братья, действительно высота. И еще последнее, сверх всего, сверх всего. Он говорит, и еще, по любви моей к Дому Бога моего, есть у меня сокровища собственное, и золото, и серебра. И его я отдаю для Бога, для Дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота, золота афирского, и семь тысяч талантов серебра чистого, для обложения стен в домах. Братья, сверх всего. Ну ладно, он царь, может так устроить, что вся его страна работает для этого строительства. Всех обложил данью или еще как-то. Он может это сделать, но свое оторвать. Правители обычно смотрят, как бы государственное себе что-то осело в свое имение. А он сверх всего, мое личное сокровище есть, это мое личное. И я его вкладываю, вкладываю. И опять большая сумма. Три тысячи талантов золота. Три тысячи. Братья, огромнейшая сумма. Огромнейшая. И все-таки, братья, меркнет все это по сравнению с нашим Господом Иисусом Христом. Его любовь к дому, она намного-намного превосходит. И некоторые моменты, братья, некоторые моменты. Что двигало Давидом в этой любви к дому Божьему? Он Господа полюбил. Того Господа, который его призвал от овечек и поставил царем над Израилем. Того Бога, который сохранил его от всех бед. Который его избавил от Саула, от всех этих преследований. Сохранил Бог его. Благословил его дом. Устроил ему дом. И так далее. И из любви к нему он любит и дом Божий. А Христос, кого он полюбил, братья? Давид, то полюбил Господа, из любви к нему дом строит. А Христос, кого полюбил? Да нас с вами. И ради нас, любя нас, он устраивает церковь свою. Тех, которые когда-то блуждали в этом мире. Которые ему не служили. Которые столько огорчений ему приносили. Да мы, да кто мы, братья? Кто мы призванные? Кого он полюбил? И за кого он воспламенился? И из любви к нам церковь свою устраивает здесь на земле? Ради кого, братья? Это ради нас, ради нас. Еще один момент, братья. Конечно, можно было бы много говорить о том, что Христос питает и греет церковь. Его внимание к церкви выражено во многом. Что он все вкладывает в этот дом? Сколько? Сколько он вкладывает в устройство церкви? Будет у нас еще тема. Христос попечительный. Поэтому я этого буду меньше касаться. Может быть еще один штрих. Где сегодня бывают перекосы, братья. В познании истины настоящего евангельского Христа. Евангельский Христос – это не Христос, который только надо жить по благодати, который глаза закрывает на грехи, который все попускает, все только дает и дает и дает. Братья, здесь в данном случае мы находим тоже Христа, как того, который… Ну, бывает так, неверно трактуется этот стих, что Бог есть Бог устройства и порядка. Так не написано, братья. Но из этого стиха можно извлечь эту мысль, что Бог не есть Бог ни устройства. Он, наоборот, если Давид позаботился, чтобы все было чинно в храме, служении, певцы на своем месте, начальствующие над хором, над музыкантами, над привратниками и так далее. Все чинно, все в своем устройстве. Братья дорогие, сегодня Христос, любящий Дом Божий, позаботился, чтобы в Доме Божьем, в Церкви Его, было бы устройство. И написано в послании к евреям, что Он поставил в Церкви, поставил одних апостолами, других учителями, пастырями, к совершению святых, к совершению, чтобы совершенно, чтобы слаженно шло служение. Он усматривает в Церкви Своей порядок. Он поставил служители, Он поставил вот эту систему управления, чтобы слаженно было, слаженно. Братья дорогие, да это же любовь Божия к нам, что есть определенные запреты, есть те, которые могут сказать, ты не должен, ты не должен ее иметь, как Иоанн Креститель, да, заявил, заявил Ироду, а мог бы, ну, рекомендательно, ну, не рекомендуется тебе ее иметь, не рекомендуется. Ну, что рекомендуется, значит, то можно, то и нельзя, или не сказал же, нет, запрет какой-то. Рекомендательный, рекомендательный момент. Братья дорогие, это великая любовь Божия к нам, что у Бога есть во всем порядок, и порядок подчиненности, порядок в семье, мужу глава Христос, жене глава муж, дети повинуйтесь своим родителям, есть порядок повиновения в церкви, и так далее. Братья, вот это любовь Божия, которая устанавливает такой порядок в Доме Божьем, позаботился Бог об этом, Он ставит, Он ставит служителей в народе своем для устройства, для того, чтобы нам хорошо было, из любви к Дому Божьему, из любви. Братья, и сколько Он вложил в этот Дом Божий, да, сколько Он вложил, и особенно вот эта мысль, братья, я хотел еще подчеркнуть или показать преимущество, превосходство Христа перед Давидом, сверх всего отдаю для Дома Божьего, сверх всего. Братья, дорогие, я думаю, то слово, которое мы прочитали, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, это сверх всего, сверх всего. Каким золотом это можно оценить? Братья, это неоценимо, это могли бы тысячи составов золота быть, оно несравнимо с этим. Себя предал за нее, себя. я, может быть, где-то рассказывал, мы с братом Яков Исааковичем как-то приехали в одну семью, и брат нам заявляет, член церкви заявляет, я пришел к выводу, что Бог меня ненавидит. Это как? Как ты к такому пришел? А вот трудности определенные. Я молюсь, ничего не меняется, наоборот, все становится хуже, 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 хуже. Я молюсь, я стремлюсь, а все становится хуже. Значит, я пришел к выводу, Бог меня ненавидит. Братья, какое самое большое свидетельство любви Божьей к дому своему? Да сверх всего! Да что там, помощь оказывает или не оказывает? Имею я здоровье или не имею? Бог меня, Бог мог бы осыпать нас золотом, мог бы разрешить все наши проблемы. Мало! Сверх всего! Себя отдал! Себя. Себя отдал! Для церкви. Когда Иисус прослезился у гроба Лазаря, окружающие люди говорили, смотрите, как Он любил его! Это слезы свидетельствовали. А здесь, на Голгофе, кровь полилась, пронзили бок его, и полилась кровь и вода. Какое нам еще большее свидетельство сверх всего! Сверх всего! Не просто что-то для церкви сделал, себя отдал для церкви, для Дома Божьего. Сверх всего! Братья, еще что, ну, это как бы первая часть моей проповеди, превосходство любви Бога к церкви, перед примером Давида, допустим, да? Следующая часть моей проповеди. Хотелось бы особо еще на одном остановиться, аспекте Божьей любви. Я прочитаю, об этом свидетельствует одно из его имен, об этом я прочитаю еще два текста Священного Писания. Четвертая глава послания Иакова. Иакова, четвертая глава, с четвертого стиха. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иоанна, Евангелие от Иоанна, 2 глава, 17 стих. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 17 стих. «При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме Твоем снедает меня». Братья дорогие, это одна, как бы, сторона или грань любви. Ревность. До ревности любит дух, живущий в нас. До ревности. Мы читаем в книге «Исход», 34 главе, 14 стих. «Исход», 34 глава, 14 стих. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – ревнитель. Он, Бог – ревнитель». Братья, дорогие, вот в Богопознании, особо в познании личности самого Бога, ну, в данном случае Иисуса Христа, насколько глубоко мы понимаем Его, насколько глубоко мы познаем Его. Братья, здесь нельзя рассматривать Его личность по отдельным, как бы, характеристикам в отрыве от всего, от совокупности всей личности. Ну, вы помните, да, братья, послание Галатам, 5 глава, «Плод же Духа есть». Это один плод в совокупности и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и так далее. Это все одно. У Бога она составляет все в совокупности, один плод. Так и Божья сущность, Бог сам по себе, в данном случае Иисус Христос, Его личность состоит из многих граней, но это все одно, братья, одно. И здесь занимает свое место, и вот эта грань, Бог ревнитель. Ну, может быть, братья, кто-то удачнее бы сравнил. Я примерно так сравниваю. Или это совокупность Божьей любви и Божьей святости. Совокупность, соединение. Ее нельзя разделить. Как сегодня преподносят Христа, это добренький дедушка, или который всем подарочки раздает, так о Боге представление. Или надо проповедовать Христа, Его любовь, надо только любовь, 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 любовь. Но без, отрывая от Его общей сущности, братья, мы непременно придем в заблуждение, и это не будет тот Христос евангельский, которого открывает нам Писание. Он и Бог ревнитель. Он и тот, который соединяет в себе, кажется, по нашему представлению, противоположное. послание к римлянам, видите благость и строгость Божию. И она соединяется в Боге. И в том числе в Его любви к нам, проявленной в Его ревности, до ревности, любит Дух, живущий в нас. Ревность, ну я так выписал значение или как бы раскладку ревности. Ревность – это пыл, рвение, усердие. Ревновать – значит ревностно добиваться, страстно стремиться, усердствовать. Тоже, братья дорогие, вот эта грань имеет еще свои еще грани. Еще грани. Исайя, 9 глава, 7 стих. А потом еще один пример. Она раскрывает нам эту грань как большое утешение или опора, или то, на что вообще, на чем зиждется наше упование. Смотрите, что написано. О рождении Христа пророчества и 7 стих, 9 глава, 7 стих книги пророка Исаии. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савоофа соделает это. Братья, когда евреи слышат эти слова, ревность Бога соделает. Это здесь уже никаких сомнений. Его усердие, его страстное стремление, его ревность, она это соделает. На это можно положиться, этому можно полностью верить. Здесь нет сомнения, нет сомнения. Еще один пример, более такой, ну, что ли, конкретный, один пример, книга пророка Исаии, 37 глава. Это из жизни, жизни Езеки, царя Езеки, когда ассирийский царь с угрозами вот выступил против него и Бог своего слугу, вот этого благочестивого царя одобряет, высказывает, вот что за дерзость вот этот царь ассирийский, он не не уцелеет, и написано 32 стих, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасенная от горы Сиона, ревность Господа Саваофаса делает это, посему так говорит Господь о царе ассирийском, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала, ревность Господа Саваофаса делает это, здесь нет никаких сомнений, здесь вступает в силу ревность Бога, Бог ревнитель, и он не допустит до своего народа этой беды, этой беды, братья, но больше как раз вот эта грань раскрывается в том, что вот до ревности любит Дух, живущий в нас, эта ревность выражается в ярком осуждении греха и в ярком благословении, когда он находит отклик, эта любовь его находит отклик в людях. Давайте мы тоже несколько текстов таких прочитаем. Книга Исход 20 глава. Книга Исход 20 глава. Пятый стих. Четвертый, пятый стихи. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Братья, видим мы здесь, видите, благость и строгость Божию. Это Бог ревнитель. Ревнитель. Не то, что Он теперь закрывает глаза, все у Него добренько, по-добренькому, по-добренькому. Тем, которые любят Его, являют милость до тысячи родов. Это ревность Бога Саваофа сделает. До тысячи, но не оставляющий без наказания, не оставляющий, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Особо остро, братья, оно выражается именно вот в позиции ко греху. Ко греху. Можно еще некоторые вот такие тексты привести. Иисуса Навина, 24 глава, 19 стих. Книга Иисуса Навина, 24, 19. Иисус сказал народу, не возможите служить Господу, ибо Он Бог Святой, Бог Ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Народ выражает свое желание, нет, мы будем служить Богу. Иисус Навин представил им выбор, кому хотите вы служить, Богу ли живому или Богам, которым служили отцы ваши за рекой, нет, мы Богу хотим служить. Он говорит, братья мои, к израильтянам, ну я своими словами, братья мои, вы хорошо все взвесьте, просто так, двойственно Богу служить не пойдет, не пойдет, это надо всем сердцем, всем сердцем, вы не сможете служить Господу, он Бог ревнитель, он очень реагирует чувствительно на всякое, всякое идолопоклонство, кого-то выдвигать более, чем Бога, он на это очень остро реагирует, очень остро, он не потерпит, не потерпит, беззакония вашего и грехов ваших не потерпит, даже есть такое выражение в книге пророка Наума в первой главе, Господь есть Бог ревнитель, мститель, мститель, даже вот так, братья, он соединяет в себе вот эти две грани и Бог, Христос любящий дом Божий, он в себе соединяет эти грани и святость и любовь, и любовь. Мы прочитали в Евангелии от Иоанна, ну, как бы ссылку вспоминают ученики, то, что написано в книге Псалмов, ревность по доме Твоем снедает меня, Псалом 68, 10 стих, ревность по доме Твоем снедает меня, снедать, снедает, значит, поедать, съедать, поглощать, пожирать, то есть, все внутри меня, там, там все у меня съедает меня, внутренность моя от переживаний, ревность по доме Твоем, В Доме Божьем появилась нечистота, открыли торговлю, и Христос всем сердцем возревновал. Не пойдет так, не пойдет. Его ревность выражается вот в этом двояком, братья. С одной стороны, в конкретном осуждении греха, в другом случае, с другой стороны, милость до тысячи родов. И когда Христос выгнал всех продающих, покупающих там в храме, столы миновщиков опрокинул, а потом, а потом стал учить в храме, собрались к нему и детки, собрались и все, и он стал учить народ Божий. И послание Иакова «До ревности любит дух, живущий в нас, прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Этот Бог-ревнитель не попустит, не попустит вам и любовь к миру проявлять, и Бога любить, она несовместима. Бог-ревнитель, он такого не допустит. Но тем большую дает благодать, тем большую. Кому? Смиренным, которые покорились Богу, которые любят Бога, но тем большую дает благодать. Там Христос, я своими словами сказал бы так, там Христос ничего не жалеет, ничего. Там Он сверх всего, сверх всего себя отдал, себя. И питает, и греет, и заботится, и защитит, и чудеса будет творить, и так далее. Братья, это Бог-ревнитель. Ревнитель. Он очень остро реагирует на какую-то подмену, измену. И если в Старом Завете особо, всегда особо, какое-то отступление, ну не так как бы, самое острое, Бог реагировал всегда на идолопоклонство. Это как бы измена Богу, духовная измена Богу, духовное прелюбодеяние. Об этом Он говорит через Своих пророков. Недавно кто-то из братьев выразился так. Можно даже музыку полюбить больше, чем Бога. Братья дорогие, как у нас сегодня? Вот эта ревность, эта любовь Христа к Дому Божьему, она, конечно, накладывает и на нас ответственность. С одной стороны, это для нас очень утешительно и радостно, и радостно иметь такого любящего Господа. Но Он Бог-ревнитель, братья. И чтобы не раздваивалось бы наше сердце сегодня, полюбить ли сегодня, ну как бы, главенство трех С, так есть выражение, себя любие, сребролюбие, сластолюбие. Братья, это все против Боголюбия, против. И Бог-ревнитель, Иисус Христос, очень остро на это реагирует. Бог гордым противится, когда идолом становится мое Я. Все вращается вокруг меня, мое понятие, мои взгляды, мое желание. Я так же хочу, я так живу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сребролюбие. Корень всех зол есть сребролюбие. Этот идол сегодня тоже возрос до неимоверных размеров. От этого где-то в церквах зависть, какие-то распри, что-то неустройство. Братья, сребролюбие, а сластолюбие, братья, любовь не к сладостям, а к чувственным наслаждениям. Да, вот это слово мне выпало. К чувственным наслаждениям. Братья, как оно сегодня распространено. И поэтому, братья, эти идолы, дети, храните себя от идолов. Храните. Чтобы все обобщить, братья, вот Иисус, любящий Дом Божий, мы можем сказать, намного превосходнее превосходит Он Давида, кого бы то ни было, да, братья? Кого бы то ни было, превосходит сверх всего, сверх всего. Кого Он полюбил? Да нас вот таких. Ради нас Он все делает. Все устройство установил в церкви. Заботится, греет церковь. Сверх всего себя не пощадил. Но эта любовь Его неотделима от остальной Его сущности и в том числе от Его святости. И поэтому вот это соединение, братья, ну так мне было на сердце. Она составляет вот эту грань Его ревности. Он ревнитель, ревнитель. Так бы хотелось и для нас, для наших церквей, для себя лично, для нашего объединения, братья, иметь вот эту благодать, но тем большую дает благодать. Дал бы Бог нам милость любить Христа всем сердцем, чтобы не раздваивалось сердце наше, братья, не раздваивалось. Тогда все, все для этого объекта, где Он находит ответную любовь, все, ради Дома Божьего, все, все Ему принадлежит. Братья, да благословит нас в этом Господь. Может, у кого какие еще вопросы, что добавить есть, пожалуйста. А так за все Господу слава. Аминь.